Здравствуйте друзья. Темой этого обзора будет компактное бюджетное ZigBee реле из экосистемы Tuya Smart, предназначенная для установки в подрозетник. В качестве практического кейса рассмотрим пример создания внешнего конвертера для ZigBee 2MQTT, который позволит нам расширить функциональность устройства относительно той, что присутствует в системе штатно. Тип устройства рельеф подрозетник. Возможности. Коммутация, подключение внешнего выключателя, память состояния. Интерфейс ZigBee 3.0. Максимальный ток нагрузки до 16 А. Рабочее напряжение от 100 до 240 В. Размер 41 на 41 на 20 мм. Поставляется устройство в небольшой картонной коробке. Особо никаких опознавательных знаков тут нет, ни интерфейса, ни производителя. Размер коробки практически впритык совпадает с реле, так что защитных функций она не выполняет. Тем не менее, упаковка посылки надежна и все доехала в целости и сохранности. Кроме реле в эту коробочку поместилась небольшая инструкция, кстати от Wi-Fi версии реле. По большому счету она бесполезна. Реле имеет форму квадрата со стороной чуть более 4 сантиметров и вдвое меньшей толщиной. На корпусе указан производитель, интерфейс и ток нагрузки, что не лишнее, так как есть и 10 А модели и с Wi-Fi. Сзади находится кнопка, под которой находится светодиод. Короткое нажатие на нее приводит к переключению состояния реле, а длительное переводит в режим сопряжения. На одной из сторон находится контактная колодка на 6 винтовых соединений. Это входящие и сходящие фазы и ноль, а также два контакта для подключения внешнего механического выключателя. Для понимания реального размера, лучше сравнить с чем-то привычным, например спичечным коробком. Реле действительно очень миниатюрное. Естественно, такие габариты позволяют легко разместить это реле внутри обычного круглого подрозетника. Единственный момент это глубина. Реле займет 2 сантиметра, плюс провода, как минимум входящие и сходящие ноли фазы, и толщина розетки или выключателя, в случае последнего еще пара проводов и для него. Для работы реле наличие нагрузки не обязательно, но питается от входящих фазы и нуля. Для внешнего управления механическим выключателем, его нужно подключить к контактам S1 и S2. Напомню, что существует реле, где для внешнего управления используется подача фазы на соответствующий разъем. И для полнофункциональной работы подключаем нагрузку. К слову, разъемы N напрямую соединены друг с другом, это линия общая. Разрыв идет только по линии фазы, поэтому нужно обязательно соблюдать порядок подключения. Логическую часть начнем с родного приложения Tuya Smart. Для работы данного устройства необходим любой, совместимый с Tuya ZigBee шлюз, у меня Ethernet версия от Moos. Заходим в его плагин, нажимаем добавить устройство, затем диод уже моргает. Шлюз переходит в режим поиска устройства, теперь можно нажать и держать до мигания светодиода кнопку на реле. Ждем завершения процесса подключения. Новое устройство появилось в общем перечне. Функциональность тут самая базовая, включить и выключить. В зависимости от состояния реле, кнопка меняет свой вид, когда реле включено, она подсвечена. Также имеется стандартная опция планировщика, позволяющая задать расписание, включение и выключение. Дополнительная настройка тут только одна, но полезна, это состояние реле после восстановления питания. Тут три варианта, всегда выключено, включено и помнить свой статус перед потерей питания. В автоматизациях реле может участвовать в разделе действий и предлагают три варианта включение, выключение и переключение состояния на противоположное. В устройстве применено электромагнитное реле и при переключении слышен щелчок. В случае использования механического выключателя, любое его переключение изменяет состояние реле. Он работает параллельно с логическим. Восстановление питания, режим всегда выключено. Режим всегда включено, реле активируется сразу после подачи питания. И режим память состояния. Реле сохраняет свой статус, который был перед отключением. В Home Assistant реле можно управлять через штатную интеграцию TUI, оно автоматически появится при добавлении к шлюзу. Тут имеется только одна опция включить и выключить, память состояния настраивается из приложения. Эту сущность можно полноценно использовать в автоматизациях, но нужно понимать, что эта интеграция работая через облако и зависит от наличия и качества интернет-соединения. Более правильным будет управлять реле напрямую, например через Digby to MQTT, на момент тестирования актуальная версия 1.2104. Процесс подключения стандартный, в интеграции нужно запустить режим добавления новых устройств, после этого нажать кнопку на реле, до включения режима сопряжения. После этого устройство добавляется в общий список, но не как реле, а как выключатель. Это нормально для устройств TUI, у которых часто совпадает номер модели. Реле является роутером ZigBee City и умеет передавать через себя команды для других устройств. Обратите внимание на название модели TS0001 и производителя TZ3000 и буквенный код. Эта информация нам скоро пригодится. В официальной версии для реле доступно только включение и выключение. Важной опции, установки состояния после восстановления питания нет. По этой причине я решил сделать свой внешний конвертер для реле с этой опцией. Сразу покажу как выглядит моя версия внешнего конвертера для этого реле. На его написание у меня ушло минут 5. Чуть больше времени заняло тестирование его работоспособности. Теперь давайте расскажу как я его сделал. Сразу скажу, что конвертеры для розеток, реле и выключателей TUI Smart, наверное самые простые для написания. Начало конвертера, содержащие в себе в основном ссылки на внешние библиотеки, одинаковое для большинства устройств TUI. То же самое можно сказать и про его окончание. Собственно поэтому я и собираю коллекцию рабочих внешних конвертеров, ссылку на нее вы найдете в описании под видео, чтобы пользоваться как шаблонами. Кастомизированная часть под конкретное устройство, это так сказать середина. Тут указаны идентификаторы, типы возможностей устройства. Сейчас расскажу где их взять. В списке поддерживаемых устройств ZigBee2MQTT я нашел аналогичное устройство для TUI с такими же функциями. Включить, выключить и режим установки состояния после восстановления питания. На гитхабе ZigBee2MQTT в разделе конвертеры в файле устройств, ссылку вы тоже найдете в описании. По номеру модели ищу этот аналог. Собственно говоря это уже готовый конвертер, та самая серединка, которую мы искали. Копирую и вставляю этот код в раздел const definition, внутрь открывающей и закрывающей фигурной скобки. Далее правлю часть отвечающую за идентификацию устройства, в частности код модели и производителя, на которые я не даром сказал обратить внимание. Остальное, модель вендора и описания, я заполняю на свое усмотрение. Даю имя файлу конвертера, я использовал код производителя и указываем разрешение GS. Сохраняем его в папке интеграции по умолчанию ZigBee2MQTT в каталоге конфиг. Указываем имя этого файла в разделе внешних конвертеров конфигурации ZigBee2MQTT, после чего система предложит ее перезагрузить. Кстати переподключать реле при этом не нужно. После перезагрузки интеграции реле отображается уже без картинки, но зато с тем производителем и номером модели, который я указал в файле внешнего конвертера. Вот его описание. Картинка единственное, что немного смущает, но на работоспособность это никак не влияет. На вкладке Exposed теперь появился переключатель режима работы после восстановления питания, и он работает. Теперь функциональность реле ничем не хуже чем в приложении. В этом варианте изменение режима доступно из Home Assistant, правда некоторые опции по умолчанию деактивированы, их нужно вручную включить. Кроме селектора, который позволяет установить нужный режим, в том числе из автоматизации. Тут есть сенсор, который отображает его текущий статус. Поддержка полной функциональности реле доступна на прошивках не старше чем от 20 августа 2021 года. Подключение стандартное, шлюз переводим в режим Join, удерживаем кнопку на реле, пока шлюз не обнаружит и не подключит устройство. Тут реле отображается корректно с соответствующей картинкой. Номер конвертора для устройства 42 и оно поддерживается на прошивках начиная с июля 2021 года, однако изначально без режима настройки состояния после восстановления питания. В прошивках от 20 августа с ним. Вот так выглядит страница состояния на новой прошивке. Статус реле при восстановлении питания устанавливается тут вручную. Включено, выключено или восстановление предыдущего. Home Assistant пробрасывается, кроме выключателя и стандартных данных. Сенсор показывающий какой режим сейчас установлен на устройстве. К плюсам реле можно отнести компактность, позволяющая использовать его в ограниченном пространстве, бюджетность около 10$, возможность использовать внешний выключатель и установку режима состояния после восстановления питания. Минус отсутствие энергомониторинга. Тем более, что существуют накладные розетки с этой функцией примерно с той же стоимостью. Производитель, который начнет выпускать такие реле с энергомониторингом, думаю неплохо на этом сможет заработать. На этом все, если видео вам понравилось ставьте лайки. Чтобы своевременно получать уведомления о новых обзорах подписывайтесь на мой канал. Еще я веду телеграмм канал, в котором публикую интересные новости и ссылки по тематике умного дома, ссылку вы найдете в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok